Из моего цикла «Музей Рима» хочу вам рассказать о одном из самых интересных музеев Рима, музее Наполеона, который находится в самом центре Рима, возле реки Тибр и рядом с Ватиканом. Это один из немногих музеев в Риме, вход в который абсолютно бесплатный. Поэтому советую всем, кто желает посетить Рим, обязательно и посетить этот музей. Вам он обязательно понравится и очень, думаю, вас впечатлит, так же, как в свое время впечатлил и меня. Исторический музей посвящен одному из самых выдающихся военачальников мировой истории Наполеону Бонапарту. Музей открыт каждый день, кроме понедельника, с 10 до 5 вечера. И, повторюсь, вход абсолютно бесплатный. Музей состоит из 13 залов, где представлены различные исторические моменты из жизни императора, а также его семьи. Музей занимает первый этаж дворца Примали, построенного в 17 веке. В 1927 году граф Джузеппе Примоли, внук племянника Наполеона, завещал Риму свое ценнейшее собрание, в которое вошло не только большое количество произведений искусства, но и наполеоновские реликвии, а также многие памятные вещи из семейного архива знаменитой династии. Коллекция, рождена прежде всего желанием сохранить воспоминания о великом военачальнике, знакомит с историей, связывающей семью Бонапарт и вечный город Рим. В начале XIX века Наполеон упразднил папское государство и установил собственную власть в Италии, разделив ее на королевство, а своего новорожденного сына он провозгласил королем Рима. В дальнейшем, после падения Наполеона, практически все представители семьи Бонапарт, попросив убежище у папы Пия VII, поселились в Риме. В экспозиции присутствуют скульптурные и живописные портреты, оружие, награды, личные вещи и документы, повествующие о коронации, военных кампаниях Наполеона и о его личной жизни. Граф Примоли был культурным человеком, страстно увлекался книгами и был талантливым фотографом. Он жил между Римом и Парижем и был тесно связан с литературными и художественными кругами в обоих городах. Поэтому он был интересным интеллектуальным деятелем и коллекционером, который, благодаря важным семейным подаркам и приобретениям на антикварных рынках, смог предложить Риму этот элегантный образец дома-музея. В Италии отношения к Наполеону неоднозначные. С одной стороны, корсиканский диктатор дал итальянской нации невиданные доселе свободы и заложил в Риме великолепный сад Пинчо. Ну а с другой стороны, он вывез из страны множество художественных ценностей и ни во что не ставил римских пап. Если бы не внучатый племянник Наполеона Джузеппе Примоли, в Риме вряд ли бы появился музей Наполеона. Хочу вам рассказать несколько интересных фактов о Наполеоне. Наполеон был непростым человеком. Он был достаточно интеллигентным, увлекающимся, очень умным. Он очень любил математику. Его кумирами были Юлий Цезарь и Александр Македонский. Он интересовался историей Древнего Египта и во время пребывания в Египте вместе со своими учеными занимался расшифровкой древнеримских иероглифов и надписей. Конец жизни бывший император провел на острове Святой Елены, расположенном к западу от Африки в Атлантическом океане. Он выбран был из-за удаленности от Европы. Там он прожил пять лет, пока не умер от рака желудка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok